Уголовщина, выпущенная на волю, тоже никого не смущает. То, что ей не удастся обратно затолкать и загнать, тоже. И то, что президент превратился уже в лицо приближенное к параше, к уголовщине, тоже никого не смущает. Этого не скрывают больше и не стыдятся. Уголовщина стала частью высшего политического пейзажа. Но и это не сработало. Не работает и главная роковая кнопка. Ведь все граждане России могли бы жить исключительно комфортной, западной, обеспеченной жизнью. Ведь Россия – это единственная из нефти и газодобывающих стран, где население не имеет ни единой копеечки с квадриллионных доходов от нефти и газа. Народцу оставлено загибаться в нищете и холоде. Триллионы долларов отдельно, народец, быдло отдельно. Эта кнопка не действует. Вот быдло уже настолько вбыдлилось, вжилось в свое нищебродство и безнадегу, что даже не смеет задуматься о тех реках из долларов, что текут мимо их деревушек, городков, мимо их халуп. Целеустремленно текут прямо в Кремль. В эту реку не опустишь рыльца, не напьешься. И жизнь страны за счет этих денег не улучшается. И как мы видим, и это не работает. Насилие, воровство настолько откровенное, что есть вот эти триллионы, на которые каждый имеет право, но ни одному жителю России никогда не досталось от них ни одной копейки. Это не работает, хотя это очевиднейшая яркая кнопка. Она тоже обесточена и тоже проводки перерезаны. Гнев народный ею не пробуждается. Вот обнаженная ложь власти тоже не имеет никакого эффекта. Вот уже перестали стыдиться совсем, даже открыто публикуют данные о том, что политические мероприятия Путина снабжаются платной массовкой. На виду у всех красят декорации величия, не скрывая, что это просто декорация. И вот сейчас мастерят заново декорацию государственности и приделывают к ней какие-то бутафорские башенки. Все это прекрасно до того момента, пока не найдется кнопка, которая могла бы задействовать то плечо, способное надавить на фальшивку, и тогда все в одночасье рухнет. Но где это?